Итак, эта программа «Говорит губерния» Я сразу представляю нашего гостя Человек, который, в принципе, отвечает в масштабах края за подготовку всего жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду К тому моменту, когда, наконец, включают отопление Станислав Витальевич Кондаков Заместитель министра ЖКХ Начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры Но для начала, вы можете прокомментировать вот это предложение? Не мы придумали Зрители предлагают Можно ли включать по желанию людей а не тогда, когда положено по нормативам? Я объясню, откуда вообще этот норматив появился Откуда вот это число, да, 5 дней, плюс 8 Скажем так, вот этот норматив появился еще в советское время Просчитали, что при вот этой температуре когда среднесуточная температура плюс 8 градусов Скажем так, теплопоступление внутри помещения, это холодильник работающий человек, да, они компенсируют теплопотери, то есть баланс В этот момент, вот как раз То есть мы сами свой дом успеваем нагреть и он не успевает охладиться Да, именно так И в течение 5 дней, ну чтобы просто это установилось Потому что, сами знаете, бывает так, что один день холодно, а потом остальные дни там тепло, жарко И как правильно заметили, можно включить кондиционер на обогрев Сразу сделал комментарий, что он кондиционер, который работает в режиме теплового насоса, он на киловатт мощности тепла потребляет 200 ватт То есть это экономически выгоднее Вы знаете, у нас такой пришел комментарий который я не могу сразу же не зачитать Энергетика, теплоснабжение и водоснабжение это специализированные виды деятельности и принимать решения должны компетентные профессиональные люди Ну здесь я соглашусь, что это мог прокомментировать кто-то из сотрудников ЖКХ Ну все-таки вернемся к подготовке к зиме На самом деле еще больше, чем на включение тепла не вовремя, люди жалуются на то, что во время испытаний летних почти никогда не соблюдается установленный график К примеру, если повесили объявление на подъезде что отключают до среды, вот стопудово будет до пятницы Вот в принципе те, кто занимается ремонтом опрессовкой, испытаниями, они должны точно просчитывать и людей не обманывать Ну собственно, сами испытания как раз и проводятся для того, чтобы выявить слабые места То есть планируется, да, что в течение семи дней, пяти, двух недель эти испытания пройдут успешно а получается, что далее, грубо говоря, давление вылез какой-то дополнительный участок его надо соответственно менять Даже это хорошо, что он вылез сейчас во время опрессовки потому что если это будет зимой это будет уже гораздо большая проблема То есть это, ну скажем так, субъективные причины Да, я согласен, объективными их назвать нельзя но как субъективные, да То есть срок отключения там той же горячей воды он может увеличиваться из-за того, что потребовался какой-то дополнительный ремонт Дополнительный ремонт, да, да У нас есть телефонный звонок Анна, добрый вечер, слушаем вас Здравствуйте, меня зовут Анна, мне 57 лет я живу в Комсомольске-на-Амуре Вот я еще помню времена это к вопросу о том, что стоит ли прислушиваться Я еще помню времена, когда отопительный сезон длился с 15 сентября по 15 мая И мне вот сейчас эти времена вспоминаются как самые лучшие и комфортные Без всяких средних температур, да, вы имеете ввиду? Ну, они также были средние температуры Это было изумительно Спасибо, спасибо, принято Дадим ответить Ну, опять же говорю, средние температуры не были тогда Тут вопрос в том, что климат потихонечку теплеет И даже если посмотреть СНИП, строительные климатологии Ну, специалисты на него посмотрят Стрелительные климатологии, геофизика Видно, что температура в среднем затопительной, она растет Продолжительность затопительного в среднем по краю, она снижается И в СООО по Хабаровску в том числе Смотрите, Станислав Федорович, давайте вернемся к подготовке к отопительному сезону Ну, вот как проверяется, значит, труба, которая подводит к дому горячую воду Которая идет и на отопление, и в кран, мы знаем А остальные коммуникации, они как-то готовятся к зиме? Я имею ввиду и электрические сети, и водопроводные, и канализацию, и газовое, наверное, оборудование Вот в этом смысле, как идет подготовка к зиме? Ну, скажем так, там, где течет жидкость, либо газ Там, да, идет сначала опрессовка и, соответственно, замена участка Плюс в процессе эксплуатации, там, допустим, в прошлом отопительном периоде Уже знаем заранее, где были какие-либо аварийные участки Мы понимаем, что вот этот участок, его надо будет заменить, иначе в следующий отопительный сезон он не пройдет То есть план работы составляется в течение отопительного периода К концу отопительного уже план сформирован Выделяется, планируются средства на него, закупка, ремонт и таким образом Что касается электросетей, там немножко другая ситуация Опять же, там, где были порывы какие-либо Перехлесты, опоры, скажем так, завалились по той или иной причине То же самое планируют ремонт этого участка, замена провода Если там алюминиевый, на самонесущий, изолированный Чтобы меньше было потерь, он более прочный Постепенно, постепенно То есть, ну, составляются планы Каждый год определяются участки, на которых необходимо выполнить те или иные работы А в процентном соотношении это как выглядит? Ну, потому что в течение многих лет нам говорят, что там, ну, та же система труп Вы уж простите меня за такое просто речи Там изношено на много-много процентов Ну, вот постепенно, постепенно А вот сейчас в каком состоянии у нас находится хозяйство коммунальное? В целом износ у нас коммуналки идет где-то порядка 60% Да, он колеблется, не сказать, что он растет, он не снижается Он практически на одном и том же уровне Суть в чем? Для того, чтобы фонды обновлялись и износ падал Необходимо менять, допустим, если это сети, не менее 5-6% в год У нас получается, с учетом тарифных решений, порядка 4 По системам водоснабжения порядка 2, а по канализации там, ну, даже менее процентов Совсем все грустно Да, очень грустно, согласен Ну, тут есть логическое обоснование, да, если будут проблемы с теплом, это ЧАЭС, по сути С водой тоже, ну, канализация, это больше уже экология Тут другие приоритеты Да, понятно, что экологию тоже надо соблюдать, но в приоритете поставка ресурса человеку, населению Главное, чтобы холодная вода и отопление были у потребителя То есть акцент именно на этом И поэтому мы активно продвигаем инвест-программы Грубо говоря, практически заставляем ресурсоснабжающих организаций, чтобы они эти инвест-программы разрабатывали Это один способ обновлять эти фонды Привлекать средства, в том числе и федерального бюджета Концессия У нас есть яркий пример, это поселок Альбана, Мурского района Завели туда консессионера, это Ошелтек Отдельная благодарность Они вот за один год работы сделали то, что до них никто никогда не делал Я приезжал недавно на котельную, у них состоит новый насос Перекрот, выполнен ремонт, ну, скажем так, текущей кроли, но всей Капитально отремонтирован там кусок, там, где просто текло, ну, реально водопады были в дождь Приобретен новый котел, и все это в рамках тарифа А вот смотрите, я по поводу концессии сразу у вас уточню Вот термороботы у нас собираются в Сергеевке устанавливать И, насколько я понял, это вот, ну, полностью небюджетные средства Это как будет дальше работать? Это не скажется на тарифе? В данном случае Сергеевка, Хабаровский район, у них там мазутные котельные Мы их переводим на уголь, поэтому на тариф Да, но это делает частный инвестор, если я правильно понимаю За счет того тарифа мазутного, мазут дороже, чем уголь, эксплуатация его, и самостоимость топлива За счет того, что он переводит их на уголь, у него вот эта вот, назовем так, разница между мазутом и углем Она за счет этой вот инвестнадбавки, по сути, и будет идти возврат средств То есть он возвращает в рамках существующего тарифа То есть он собирает, просто будет собирать плату, по сути, за предоставленную... Да, естественно, он заходит как ресурсник Он представляет ресурс, ремонтирует, эксплуатирует, подключим услуга, оказывается Еще один вопрос от наших зрителей, Нина Хабаровна читает Да, вопрос нам пришел, наша телезрительница спрашивает Сегодня она увидела такое объявление, которое повесили сегодня утром в доме номер 82 по улице Союзной До этого там уже отключили горячую воду, а сегодня отключили еще и холодную Как сказано в объявлении, по причине замены оборудования То есть это не авария, а запланированные работы И автор фото спрашивает, разве это не нарушение нормативов? В доме нет теперь ни горячей воды, ни холодной Причем это даже не поэкстренной ситуации Из этого объявления трудно сказать То ли это действительно плановая работа, то ли это замена сетей из-за того, что там авария Честно говоря, тут надо разбираться с управляющей организацией Я так не готов сказать Но по идее так не должно быть Если это плановая, да, это не должно быть Если это авария, ну естественно, авария есть авария Мне кажется, что на самом деле коммунальщики, возможно, потому что они выдавнены все время Нас немножко обманывают Когда они говорят определенное число, наверняка вот что-нибудь вылезет и они продолжат Вместо того, чтобы сказать честно, ну вот провозимся две недели Они будут говорить два дня Ну вот ты знаешь, Слав, я с тобой не соглашусь, но я на опыте своего дома У нас вот все четко по датам происходит И даже порой бывает на день раньше дают ту же горячую воду Видимо, у тебя хорошая управляющая компания У нас ТСЖ, но вот я на основе своего дома могу вот так говорить Нет, тут дело в другом Есть такая поговорка, что довольный клиент расскажет максимум одному-двум человекам Они довольны десятирами Все бы так Поэтому если кому-то дали воду раньше, ну кому он об этом скажет Никому об этом говорить не станет А вот когда задержали на день-два, расскажет всем Хорошо, постараюсь быть объективным Каждое лето к нам огромное количество приходит жалоб Чаще всего на грязную воду после того, как поменяли трубы Но я специально немножко подсчитал В этом году приходит чуть-чуть, но меньше То есть проводятся какие-то работы? Ну конечно Вкладываются дополнительные деньги? Есть по воде, по той же по воде Вот Красная Речка, да, в прошлом году, если касается микрорайона Красная Речка Водоканал за счет своей инвест-программы наконец-таки соединил поселок Красная Речка С головными очистными сооружениями водопровода И подал чистую воду А до этого водозабор был подрусловый И проблема с горячей водой, с холодной водой Поселок Красная Речка, вот эти вот весенний-осенний период, она была постоянной Сейчас ее нет Как пример один из этих Нацпроект «Чистая вода» Несколько уже населенных пунктов Хабаровского края Уже получают ту воду в рамках нацпроекта Это Гаровка-1 Поселок Аван Вяземского района Село Рощино, где с железом и ржавая вода была постоянной проблемой Сейчас вода настолько чиста Даже на котельной станцию обезжелезни ее отключили Она, по сути, не нужна Она стоит как резервный на случай, если вдруг что-то произойдет В этом году, 3 сентября, планируем запустить водозабор в поселке Многовершинный Вот это застарелая проблема в поселке Да, очень часто жаловались и очень долго писали Да, это многолетняя проблема Из Многовершинного в этом году ни одной жалобы не пришло А до этого постоянно жаловались Ну, в этом году, 3 сентября, мы должны подать воду уже на водозабор Поскладочные работы сделали Необходимо просто выполнить анализ Сделать анализы воды Самый последний вопрос Люди очень просили узнать Все хотят получать воду Стоящую чистую Тунгусского водозабора Объясните, она же сейчас у нас кое-где уже есть? Да, она в основном в Северном аквирайоне разбавляется Но для потребителя, для населения, для нас с вами От этого ничего не поменяется Вода как была чистой, так и она останется Как она сейчас идет из поверхностного водозабора река Амур Очищается нормативное значение Что она будет в Тунгусске? То есть человек, потребитель, мы с вами ее разницу не почувствуем Что на городских очистных сооружениях водопровода используется хлор В чистом виде, назовем так На Тунгусске тоже идет хлорирование, просто более современный способ Там гипофлорид натрия используется То есть ту воду, которую не надо очищать, а сразу можно пить из крана Из крана все равно такое не будет, да? Я уже говорил здесь на передаче, что я, допустим, пью воду из-под крана Я проблем не вижу в этом Ну у меня... Особенно зимой, когда холодная страна Управление инженерной коммунальной инфраструктуры Продолжение следует... Продолжение следует...